Джирайя был невероятно сильным и опытным шиноби. Одним из легендарных санинов, мастером шпионажа, ветераном десятилетий войны, лучшим мастером печати со времен падения клана Узумаки, непревзойденным в искусстве скрытности. Все это означало, что в мире было очень немного вещей, способных удивить его или застать его врасплох. Здравствуй, Джирайя! Хочешь спасти мир? Тот факт, что его бывший товарищ по команде, предавший Канаху, вдруг появился из ниоткуда прямо перед ним, как раз входил в число этих вещей. Какого хрена? В мгновение ока он отскочил, разрывая дистанцию между ними. Арачимару, возможно, самый известный в мире, но Кенниной тоже один из санинов лишь улыбнулся. Ты! Прорычал Джирайя. Почему ты здесь? Подожди, что сделать? Спасти мир, терпеливо повторил Арачимару. Я знаю, что в нашей команде ты был последним, Джирайя, но не должен же я объяснять тебе то, что сказал буквально пять секунд назад. Тогда объясни, почему я не должен прямо сейчас врезать тебе по лицу. Из-за путешествия его времени. Что? Почему-то Джирайя почувствовал, что в ходе этого разговора он будет часто повторять это слово. Именно так Арачимару сложил руки на груди. Видишь ли, с помощью силы науки я, величайший ученый, которого знал этот мир, получил власть над временем, которая не снилась никому другому. Я смог отправить свое сознание на десятилетия в прошлое. На секунду он разразился безумным смехом. Джирайя моргнул. И? Ты вернулся, чтобы предупредить нас о грядущей катастрофе, которая уничтожила весь мир? На тебя это не похоже. О, совсем нет, Арачимару покачал головой. В смысле, катастрофа действительно грядет, но наши ученики с ней разберутся. Я сделал это просто, чтобы посмотреть, что получится. Джирайя кивнул. Вот это больше походило на Арачимару. Затем до него дошла важная часть сказанной Арачимару фразы. Подожди, у меня будет другой ученик. У тебя будет ученик. Они будут работать вместе. Возможно, в какой-то момент они оторвали друг другу руки в смертельной битве за судьбу мира, признал Арачимару. И мой ученик, возможно, пытался убить твоего. Несколько раз? Да, пусть будет несколько. Но по большей части, да, они друзья и товарищи. Несколько раз. Стоп, нет, Джирайя покачал головой, осознавая, что это безумие его затягивает. Ты же понимаешь, что это звучит, как полный бред. Видел бы ты это своими глазами, ответил Арачимару. Кстати, ты этого и не увидел. Помнишь тех трех сирот, которых ты приютил в стране дождя? Которых я еще предлагал убить. Тот, что с Ринниганом, сошел с ума и начал считать себя богом, стал формальным лидером Акацуки и не только убил тебя, но и в одиночку сравнял с землей всю Канаху. Я, конечно, не хочу сказать, я же говорил, но... Он пожал плечами. Нагата. Удивился Джирайя. Подожди, формальным лидером. Да, продолжил Арачимару. Настоящий лидер, манипулирующий им из тени Учиха Абита. Мертвый ученик Мината. Он притворяется Учихой Мадарой, подтвердил Арачимару. Заметь, им самим манипулирует настоящий Учиха Мадара. Который мертв. Смерть будущим вообще стало мало что значить, кивнул Змеин и Санин. Учитывая, что я посвятил большую часть жизни поискам бессмертия, это немного раздражает. Разумеется, Мадара манипулирует мать-мудреца шести путей, которая, оказывается, прародительница всей чакры вдобавок инопланетинка. Ты просто надо мной издеваешься, да? Хотел бы я, чтобы это было так, вздохнул Санин. Но довольно об этом. Хочешь узнать, как спасти мир? Мой разум говорит нет, но мое неуемное любопытство говорит да. Хорошо, усмехнул Сарачимару. Ты знаешь сына твоего ученика? Наруто? Осторожно спросил Джирайя. Да, Наруто. Он спасет мир, когда немного подрастет. Так что, пожалуй, тебе стоит начать его готовить прямо сейчас. Наруто мой ученик. Наруто спасет мир? Да, оказывается, ты был прав с этим своим бредом про Дитя Пророчества, признал Арачимару. Похоже, я действительно должен тебе пиво. Хих, никогда не сомневайся в Джимане, Джирайя ухмыльнулся, а затем вспомнил, что еще сказал другой Санин. Подожди, так твой ученик попытался убить Наруто? Разумеется. К счастью, будущий седьмой Хакаги человек прощающий, Арачимару снова кивнул. Он даже пригласил меня на свою свадьбу. Я не смог на ней присутствовать, но я отправил поздравлений. А вот ты не отправил. Стыдись. Что но ты только что сказал, что я был мертв. Уставился на него Джирайя. Это определенно не считается. Пфф, его собеседник самодовольно рассмеялся. Я к тому моменту умирал как минимум дважды, и меня это не остановило. Сплошные оправдания. Кстати говоря, небрежно добавил он, мне очень хотелось бы в этот раз действительно попасть на свадьбу Наруто. Говорят, это было чудесное событие. Так что если ты каким-либо образом вмешаешься в его будущее отношение с Хинатой Хьюгой, я совершу над твоим трупом ужасные зверства во имя науки. Он женится на девчонке из Хьюг? Джирайя помедлил, полностью проигнорировав угрозу, в конце концов, имя они с Арчимару обменивались уже десятилетиями, а затем задал самый важный вопрос. Она красотка. В будущем ее считают одной из первых красавиц Канохи, насколько мне известно, Арчимару пожал плечами. Хотя не мне об этом судить романтика, как ты знаешь, никогда меня не интересовало. А да, в своем воображении Джирайя показал своему крестнику большой палец. Вижу, я хорошо научил. В смысле научу будущего Наруто? Да, можно я так сказать, согласился Арчимару. В любом случае у меня полный дел, людей, с которыми нужно встретиться, других людей, которых нужно довести до белого коленя, каковое, возможно, даже убить. Ты знаешь, как это бывает. Так что вот тебе свиток с крайне важной информацией и до новых встреч. Подожди. Но прежде, чем Джирайя смог попробовать остановить его, его бывший товарищ рассыпался стайкой змей, которые затем расползлись по лесу. Изумленный жабий мудрец остался один, сжимая в руках на вид самый обычный свиток. Что ж, сказал он вслух, теперь я почти уверен, что кто-то подмешал мне что-то в напиток, так что хрен с тобой, посмотрим, что у тебя внутри. Он взглянул на свиток и начал проверять его на наличие ловушек. После получаса тщательных проверок Джирайя наконец осторожно развернул свиток. Внутри было... досье. Даже несколько досье, как оказалось. Он начал читать первое, и его брови полезли на лоб. Охренеть! Саски проснулся, когда вокруг него обвелись какие-то непонятные путы. Он пытался закричать. Не стоит утруждать себя, раздался незнакомый голос. Я наложил на все это место дюцу тишины. Можешь кричать, если хочешь, но ты просто будешь выглядеть глупо, осудя по моему прошлому опыту, моя помощь тебе для этого особо не нужна. Саски почувствовал, как на его лице выступил холодный пот. Кто-то проник в его дом, поймал его в ловушку, и теперь он полностью во власти этого незнакомца. Услышав шаги, он повернул голову и увидел змея подобного человека, стоящего в углу его комнаты и наблюдающего за ним самодовольной усмешкой. «Кто ты такой?» Прорычал он, незаметно проверяя свои путы на прочность и убеждаясь, действительно ли они были змеями. «Меня зовут Арачимару», — ответил незнакомец. «Возможно, ты обо мне слышал, хотя я в этом сомневаюсь, в первый раз это почему-то было не так. Имя было смутно знакомым, но Саски не мог вспомнить, где именно его слышал. Что ты от меня хочешь? Я хочу преподнести тебе дары силы и мудрости. В основном второго, поверь мне, тебе этого очень, очень не хватает, но и первого тоже». Саски хмуроу ставился на него, а затем напрягся, когда незнакомец достал из рукава свиток. «Это свиток, полный редких, мощных и запретных дюцу», — жизнерадостно заявил странный человек, бросив упомянутый объект к ногам его кровати. «Тебе действительно стоит изучить их. Все до единого». Учиха подозрительно взглянул на свиток. «Из чего бы тебе просто так мне его отдавать? В чем твоя выгода? Мне нужно», — медленно проговорил Арачимару, — «чтобы ты победил инопланетянина». Саски только уставился на него. «Ну, в смысле, еще ты можешь с его помощью убить своего брата, или что сейчас модно у молодежи», — продолжил он. «Но самое важное — это инопланетянин». «Ты безумец», — заметил Саски. «Мне это уже говорили», — согласился Арачимару. «Но неужели ты откажешься от целой клади земогущественных дютсу только потому, что тот, кто дарит их тебе безумец?» «Я такого не говорил», — быстро ответил Учиха. «Так я и думал», — усмехнулся его собеседник. «Но что он есть одна сила без знания, как ее использовать?» «Итак, Саски. Позволь мне рассказать тебе, как устроен наш мир». В то же время в другом районе Канохи, Наруто Хмуроу ставился на письмо, оказавшееся у него в почтовом ящике вместе с запретным свитком, который должен был находиться в башне Хакаги, а последним, впрочем, Наруто не имел ни малейшего понятия. «Дорогой Наруто, ставлю две миски рамена, что любой, кто не сможет выучить каждой дютсу в этом свитке идиот и энтьяй, который никогда не станет Хакаги. Искренне твой, тот, у кого больше шансов стать Хакаги, чем у тебя. Ах так? Ну я тебе покажу, ублюдок!» Обратился Наруто к своему неизвестному сопернику. «Я выучу каждой дютсу в этом списке, а потом найду тебя и надеру тебе зад». Он помедлил. «А затем я возьму эти две миски рамена». «Нет, стоп, пусть рамен будет сначала. Но потом». Он потряж поднятым к небу кулаком. «Держись, дайте бы я. Где-то в стороне огня. Вам письмо, Цунади Сама, с любопытством сказала Шизони. Письмо». Цунади подняла бровь. «Не от сборщика долгов. Думаю, нет. Что ж, тогда давай откроем его и узнаем точно». Когда Цунади разорвала конверт, одновременно произошли две вещи. Во-первых, раздался очень громкий звук. Во-вторых, из печати внутри конверта на нее брызнул целый фонтан красной жидкости, покрывая ее с ног до головы и окрашивая половину комнаты в красный цвет. Осозав, что это за жидкость, Цунади мгновенно отключилась. Все, что смогла сделать шокированная Шизуни взять письмо, каким-то образом оставшееся безупречно чистым, из рук лежащая без сознания наставница быстро просмотреть его содержимое. Дорогая Цунади, сюрприз. Шоковая терапия. От твоего заботливого и чуткого друга, Арачимару. Снова в доме с Саски. «Хорошо, я понял. Не доверяйте людям, которые носят мазку и скрывают как минимум один глаз», согласился Саски. «Звучит разумно, раз они не показывают лицо, значит, замышляют что-то подозрительное. Но что делать, если мне приходится взаимодействовать с таким человеком? На задание, например? Лучший вариант взаимодействовать с ним ровно столько, сколько нужно, чтобы выпутаться из этой ситуации», посоветовал Арачимару. «А затем пойти и поговорить с кем-то, кому можно доверять. Например, с тем, кто не носит мазку и не скрывает как минимум один глаз. Ладно, кивнул Саски, записываясь за ним. Касательно последнего пункта не могу придумать ни одной причины, по которой я стал бы наподать навстречу пятерых ниндзя из числа сильнейших в мире, если только одним из них не будет Итачи. Так что с этим, думаю, все хорошо. «Ты бы удивился, если бы узнал, насколько плохие решения может принять человек, если будет общаться с людьми в масках, скрывающими глаза», — предупредил его Арачимару. «И еще это важно, если ты уйдешь на долгосрочные задания и оставишь в деревне свою дочь на несколько лет, то перед уходом убедись, что у нее нет никаких сомнений в своем материнстве». Саски удивленно нахмурился. «Ты хотел сказать отцовстве?» На удивление, нет, Арачимару покачал головой. «Просто поверь мне. Я спасаю тебя от крайне неловкого недопонимания в будущем». Хорошо, Учхо кивнул. Да, это звучало странно, но, как и большинство услышанных им сегодня вещей, казалось достаточно разумным. На самом деле, несмотря на грубое знакомство, да и что для Шиноби необычного в небольшой засаде и проникновения в чужой дом, этот Арачимару, похоже, был адекватнее любого ниндзя в Канохе. Саски надеялся, что потом этот человек еще вернется, он скоро выпустится из Академии, и позже у него точно появится еще больше вопросов. Последние два дня прошли для Саски не очень хорошо. Но позавчерашний день начался вполне приемлемо Саски, как и ожидалось, сдал экзамен на Генина на высший бал и стал полноправным Шиноби из деревни скрытого листа. По крайней мере, так он думал тогда. Потому что именно с того момента все пошло под откос. Во-первых, он попал в одну команду с Наруто, этим крикливым идиотом, который каким-то образом умудрился сдать экзамен, хотя до этого у него ни разу не получалось выполнить дюдцу клонирования признаться. Саски заинтересовал этот факт и Сакурой, столь же кряткливой девчонкой, которая вечно ссорилась из-за него с блондинкой Монакой. Во-вторых, его сенси опоздал на несколько часов, прежде чем прийти за его командой. Это еще больше усилило недоверие Саски к этому человеку, которое началось с проблемы номер три. Его сенси носил маску и закрывал один из глаз своим хитаяти. Вывод очевиден, он был одним из тех опасных людей, о которых Учиху предупреждал Рачимару. Коварный злодей привел их на крышу, где представился именем Кокаши Хатаки и не рассказал о себе ничего конкретного, тем самым прочно закрепив в глазах Саски свой статус крайне подозрительной личности. Затем он заставил каждого из них рассказать о себе, после чего велел им прибыть завтра рано утром на следующий экзамен. Оказалось, что они еще не стали генинами и должны пройти еще одно испытание, чтобы получить это звание и не возвращаться больше в Академию. А еще он сказал им не есть перед этим. Не доверяя этому откровенному лжецу, Саски позавтракал перед выходом. Разумеется, их сенсей снова опоздал. Прибыв на конец, он изложил правила экзамена, чтобы пройти, им нужно было забрать у него пару колокольчиков, скорее всего, заминированных. А затем его вероломный враг произнес слово, ставшее для них рукавыми. И помните, небрежно сказал Какаши, если хотите забрать колокольчики, нападайте меня с готовностью убить. Выложитесь по полной, ребята. Уверены, сенсей. Поинтересовался Наруто. В смысле, будет отстойно, если мы случайно вас убьем и нам придется еще дольше ждать нового наставника. Не думаю, что об этом стоит беспокоиться, хмыкнул Какаши. Используй весь свой арсенал, Наруто. Лады. Наруто радостно начал складывать ручные печати. Саски едва успел заметить, как единственный глаз Какаши широко распахнулся довольно убедительной имитацией тревоги перед тем, как все начало взрываться. Несколько часов спустя, когда Учихо проснулся в госпитале, он пытался осмыслить события прошедшего дня. Какаши, как его и предупреждали, был человеком в маске, скрывающим глаз. Этот человек говорил с Наруто всего дважды. И после второго раза Наруто раздражающий, но до этого в целом безвредный придурок тут же взорвал всю тренировочную площадку и со всем ее содержимым, включая Саски и Сакуру, продемонстрировав поистине ужасающую разрушительную мощь. Какаши, как узнал Саски, остался сравнительно цел и невредим только благодаря своему невероятному умнию злоупотреблять дюцу замещение тела. А боги, выдохнул в ужасе Саски, все еще хуже, чем я думал. У меня есть два вопроса, вздохнул Какаши, сидя в кабинете Хакаги и все еще ощущая последствия своего близкого столкновения с возможной смертью. На самом деле нет, у меня больше, чем два вопроса, гораздо больше, чем два, но меня устроят ответы на всего два из них. Первый, как, черт возьми, этот парень считается худшим в своем классе, если он сумел выучить все дюцу в этом свитке за пару недель. Разве там нет печати бога смерти? Как вообще можно тренировать дюцу, которая буквально убивает тебя при использовании? Должно быть, дело в его крови у Зумаки, предположил третий Хакаги, Хирузин Сарутаби, разумно решив не упоминать о своих собственных исследованиях этого дюцу. И, во-вторых, продолжил Какаши, почему Арачимару ворует наши запретные дюцу и раздает их кандидатам в генину? Это на него не похоже, да, задумчиво ответил Хирузин. Обычно он бы украл и дюцу, и кандидата. Хотя это может быть как-то связано с довольно странным сообщением, которое я получил от Джерайи несколько дней назад. Джерайи тоже услышал что-то об Арачимару. Поинтересовался Какаши. Причем из первых рук, подтвердил третий, открывая один из ящиков стола. Через секунду-другую он нашел нужное письмо и передал его Какаши, который молча взял его и прочитал. Хакаги Сума. Какаши помедлил, «Вы уверены, что Джерайи не был пьян, когда писал это?» «О, я уверен, что он до этого принял как минимум десяток чашек саки», ответил Хирузин. Он отлично изучил почерк всех своих учеников, и поэтому мог примерно оценить количество алкоголя, употребленное имя до написания. Однако, учитывая тот факт, что он приложил к письму набор документов, написанных трезвым Арачимару, Хакаги немного гордился тем, что он все еще мог определить и этот факт, и подробно описывающих силы, слабости и психологические особенности десяти невероятно сильных и опасных нокененов, двое из которых родом из Канохи, я полагаю, что Джерайи может быть прав. Итак, возможно, мы имеем дело с Арачимару, который считает себя пришельцем из будущего, где он хотя бы немного исправился. И, кстати говоря, Херузин замялся. Тебе, как бы это сказать, тебе стоит прочитать одно из этих досье. Он передал досье Какаши. Какаши прочитал его. Затем прочитал его снова. И в третий раз, просто для уверенности. Несколько минут Какаши молчал, уставившись в стену. Я думаю, что последнюю примеру Джерайи медленно произнес он наконец и пойду напьюсь в дрова. Когда закончишь, отправь мне абразить своего почерка, попросил Херузин. В ответ на удивленный взгляд Какаши он лишь пожал плечами. Что? У Хакаги тоже есть хобби. Хинато вздохнула, медленно идя по улицам Канохи. Отец поручил ей забрать кое-какие лекарственные вещества у клана Нара. Она бы не особенно возражала против этого, так как они всегда были доброй к ней и давали ей некоторые дополнительные ингредиенты для приготовления мази, если бы не тот факт, что это была откровенная уловка, чтобы убрать ее из дома, чтобы отец мог потренировать Ханаби. Хинато не знала, считал ли он ее помехой или же таким образом пытался пощадить ее чувства, не давая увидеть, как ее более талантливая младшая сестра показывает против него лучший результат, чем она сама. Она надеялась на второе, но присущий ей цинизм во всем, что касалось ее семьи, все же заставлял Хинато склоняться к первому варианту. Предаваясь невеселым раздумьям, она свернула за угол и внезапно с кем-то столкнулась. Девочка улыкнула и тут же подумала, чтобы сказал отец о члене клана Хьюго, так плохо ориентирующемся в пространстве. Прошу прощения. Начало извиняться она, на слова застряли в горле, когда Хинато поняла, на кого именно она налетела. Узуму Киноруто, ее тайная любовь и тот, кто всегда ее вдохновлял, удивленно моргнул, тоже поняв, с кем он разговаривает. «О, Хинато, верно?» «Ничего, это я должен был смотреть, куда иду», дружелюбно ответил он. Девочка почувствовала, как кровь приливает к лицу, а голова начинает идти кругом. Она все еще не могла набраться смелости, чтобы поговорить с ним лицом к лицу. Края ее зрения начали затуманиваться. Внезапно ее пронзило какое-то новое ощущение, как метафорически, так, казалось, и буквально. Она почувствовала себя уверенной. Более уверенной, чем когда-либо раньше. Падать в обморок Хинато больше не собиралась, нет. Сегодня она, черт возьми, все же поговорит с Узуму Киноруто. Ее спина выпрямилась, и она посмотрела мальчику прямо в глаза. «Нет, Наруто», сказала она, к своему удивлению, даже не запинаясь. «Я тоже должна была смотреть вперед, а не зацикливаться на других вещах». «Ну...» Он пожал плечами, «тогда будем считать, что мы квиты». Хорошо, она улыбнулась. «Вижу, ты все еще носишь хитаяти. Я рада, что ты сдал второй экзамен». «О...» Наруто удивленно моргнул. «Спасибо. Так у вас тоже был второй экзамен?» «Да», кивнула Хината. Курин Лосинсе поручила нам выследить и захватить цель. Хотя Хината и любила животных, она была бы очень рада, если ей никогда больше не пришлось бы видеть эту кошку. Более того, хотя она обычно не желала вреда ни одному живому существу, она вряд ли расстроилась бы, если бы это животное изобрело на тренировочную площадку, которую Ктато затем бы подорвал. «Как насчет вас?» Продолжила она. «У вас было что-то другое? Нам нужно было забрать пару колокольчиков у Какаши Сенсия». Наруто почему-то выглядел смущенным, но я, кажется, испортил ему экзамен. Хината склонила голову набок, вопросительно глядя на своего собеседника. «Ну, я вроде как...» Он сделал паузу, потирая затылок, взорвал тренировочную площадку. «Подожди, это был ты?» Удивленно спросил Хината. Она, конечно, слышала взрывы, когда тренировалась со своей командой, но не подумала, что это могло быть как-то связано с Наруто. Хотя, если подумать, зря если в деревне происходило что-то шумное и необычное, он, как правило, находился в эпицентре событий. Ага, ну, понимаешь, Какаши Сенсия сказал нам выложиться на полную, так? Вот я и подумала, почему бы не использовать какое-нибудь суперкрутое дюцу из тех, что я выучал из Тайного Свитка прямо перед выпуском. Он ведь дзюнин, да? Ему это нипочем. И я, возможно, он выделил голосом последнее слово, немного перестарался. Но мы в итоге сдали. В основном, правда, потому что я создал теневых клонов, которые отнесли Сокуру и Саски в госпиталь, и Какаши Сенсия сказал, что это достаточно близко к командной работе, но все равно я вытащил на себе всю команду. Наруто сделал паузу. И буквально, и, как это сказать? Метафорически. Предположила Хинато. Да, и так тоже, согласился Наруто. Похоже, это была захватывающая ситуация, слабо сказала Хинато, не зная, как еще на это реагировать. А да, это было круто. Рассмеялся Наруто. Все взрываются, все разноцветное. Саски кричит от ужаса с высоты метров 15, Здорово. Это было почти так же весело, как в тот раз, когда я нацепил на Кебу странного вида контактную линзу, целый день ходил за ним по пятам и заставлял его думать, что он открыл суперсекрет на Кике Гинкой под названием Шеллингом. В оригинале Шенани Ганат Шенани Ганс, английский. Шалости, уловки, махинация. Подожди, так это был ты? Хинато показалось, что в будущем она еще не раз задаст ему этот вопрос. Он нас долго убеждал, что ничего не выдумывает. Потом даже пригласили членов нашего клана, чтобы они наблюдали за его системой чакры, когда он смотрел на разные вещи. Ну, строго говоря, он не выдумывал, весело сказал Наруто. Выдумывал я. Будет знать, как позволять Акамару писать в хороший рамен. Хинато не смогла сдержать мешок, хотя ей было немного жаль бедного Кебу. Эй, нам стоит почаще встречаться, ты действительно классная, Хинато. Заявил Наруто. Но сейчас мне нужно попасть в очереку, пока не закончились бесплатные купоны на рамен, которые мне давала рука Синси, так что... Пока. До встречи, Наруто, Хинато помахала рукой убегающему мальчику. Какое-то время она продолжала махать, а затем остановилась и подумала о том, что произошло за последние несколько минут. Подождите, что? Промямлила она, вновь сжимаясь в комок и чувствуя странную смесь ужаса и полного замешательства. Я только что нормально разговаривала с Наруто. Он думает, что я классная. Я не запиналась, а падала в обморок. Откуда все это взялось? Не замеченный никем из присутствующих, Арчимару показал самому себе большой палец, прячась в ветвях дерева над улицей. Это покажет, как будто, как сомневаться в том, что его дьются у мгновенное мужество просто добавь чакры. Когда-нибудь пригодится. Если это не обеспечило ему будущее приглашение на свадьбу, то он не был уверен, что вообще смогло бы это сделать. Он вычеркнул из своего списка еще одно выполненное дело, и его глаза опустились на следующий пункт. Убить Данзо, пока он еще сильнее все не испортил. Арчимару понял, что это потребует осторожности. Не потому, что устранить Данзо будет сложно, он мог бы сделать это и во сне. Нет, сложная часть заключалась в том, чтобы сделать это так, чтобы та девочка, над которой корень проводил опыты, потом снова оказалась в том же классе, что и Митсуки с сыном Наруто. Эта девочка была жизненно необходима для его хитроумного и чрезвычайно важного плана, обеспечивающего, что его замечательный маленький Митсуки в итоге будет вместе с дочерью Саски и Сакуры. О, как трудно быть отцом! Драматично вздохнул Санин, растворяясь в листве. Данзо молча подал сигнал, и его оперативники рассыпались веером, контролируя каждый сантиметр поляны. Вряд ли хоть кто-то из них мог бы доставить серьезные проблемы и противнику уровня одного из легендарных Санинов, но в случае срыва переговоров они хотя бы могли отдать свои жизни, давая Данзо возможность отступить. Он ждал, не проронив ни слова, пока его собеседник не вошел на поляну с почти оскорбительной непринужденностью. Арачимару. Данзо-сан. На мгновение повисла тишина, и два шиноби просто смотрели друг на друга. Ты назначил эту встречу, начал наконец Данзо. Что тебе нужно? Глаза Арачимару сузились. Я здесь. Атмосфера стала напряженной, а оперативники корней подобрались, готовые действовать по малейшему сигналу, чтобы провести ваше обследование. Напряжение в воздухе мгновенно рассеялось. Что? Не удержался от вопроса Шамура. Обследование, повторил Арачимару, а затем напустил на себя вид оскорбленной невинности. Неужели вы думали, что я, сокомандник величайшего в мире Ирионина, действительно провел бы над пациентом крайне опасную экспериментальную процедуру без надлежащего уровня последующего ухода? Данзо уставился на Санина. С тех пор, как ты начал экспериментировать, ты буквально только этим и занимался. Справедливо, признал Арачимару после небольшой паузы. Однако это первый раз, когда я провел подобную процедуру и имел возможность своими глазами наблюдать ее конечные результаты. Единственный видимый глаз Данзо сузился. Ты говоришь о своем так называемом знании будущего. Вы хорошо информированы, усмехнул Арачимару. Да, речь именно об этом. В будущем вы многого добьетесь. Действительно, немногим выпадает честь получить будущего Хакаги в качестве пациента. Будь Шамура эмоциональнее, у него участилось бы дыхание. Вместо этого он просто застыл на месте. Ты хочешь сказать, что вы будущий шестой Хакаги? Закончил за него Санин. Так и есть. Однако вы погибнете в самом расцвете сил от руки врага, находящегося внутри вашего собственного тела. Но раз я оказался в этом времени, то у меня еще может быть шанс обратить этот процесс. Для этого и нужно это обследование. Наблюдая за собеседником, Данзо взвешивал возможные варианты действий. В конце концов, он принял нелегкое решение. Ладно, сказал он. Но учти, если ты попытаешься что-нибудь выкинуть, то погибнем мы оба. О, я в этом не сомневаюсь, снова усмехнул Сара Чумару. Последующие десять минут прошли за тщательным осмотром. Санин делал заметки, задумчиво хмыкал, и даже поглаживал несуществующую бороду. Наконец, он окинул Данзо серьезным взглядом, который встревожил старого тени века больше, чем все, что он видел за последние годы. Данзо сан, начал он с предельной серьезностью, чтобы поставить диагноз, мне нужно, чтобы вы ответили на несколько вопросов, причем предельно честно. За последние несколько недель вы не замечали за собой необычайно позитивного отношения к людям? Необычайно позитивного. Глава Корни моргнул, и в его памяти тут же всплыло недавнее воспоминание. Ваш отчет, господин, склонился перед ним оперативник. Хорошая работа, ответил Данзо. Да, сказал он с нарастающей тревогой. Понятно. А в последнее время вы проявляли необычный интерес к растениям или каким-то конкретным частям растений? Он снова задумался. Я должен восстановить корень, сказал Данзо своему отражению в зеркале, ибо корни во тьме есть та основа, что позволяет листьям распускаться на солнце. Он удовлетворенно кивнул, мысль была хорошая, и заслуживала дальнейших размышлений. Старый Шиноби удержался от порыва нервно сглотнуть. Да. Но что это значит? Это значит, что мои опасения сбылись и процесс даже сейчас ускорился настолько, что я не в силах его остановить, серьезно заявил Арачимару. Какой процесс? Спросил Шамура. Что ты не можешь остановить? Нельзя просто взять и перенести клетки такого исключительного человека, как Хаширо Масинджу, в свое тело без каких-либо последствий, объяснил Саннин. Личность бывшего первого Хакаги уже начала перетекать в вашу собственную. Этого не может быть, прохлепел Данзо. Симптомы могут включать в себя, в частности, Арачимару начал загибать пальцы, склонность к улыбкам, дружеские соперничества с членами клана Учиха, необычайный талант к судоводству и необъяснимое стремление раздавать супероружие всем своим сильнейшим врагам. Нет, в ужасе прошептал его пациент, сопероружием. В отчаянии он повернулся к Арачимару. Пожалуйста, должен же быть способ меня излечить. Я не могу стать таким слабым, лист просто не выживет. Мне очень жаль, Арачимару покачал головой, но никто ничего не может сделать. Единственный медвег в мире, способный обратить этот процесс в спять сунди, но из-за ее принадлежности к клану Синджу, если она введет в вас свою чакру в процессе лечения, это только ухудшит ситуацию. Я. Моя мечта. Всхлипнул Данзо. Я не могу так жить. Я не позволю, чтобы весь труд моей жизни уничтожила пародии на меня, позволяющие моим нельзя губить себя всякими там критическим мышлением или социальными навыками. Спасибо, что сказал не об этом, Арачимару. Его видимый глаз застыл в решимости, а по всему телу стали появляться печати. Есть только одна вещь, которую я могу сделать, чтобы предотвратить эту ужасную судьбу. Арачимару быстро использовал Дюцу замещение тела, поменявшись местами с одним из оперативников корня, и отошел на безопасное расстояние. После этого ему осталось лишь в шоке наблюдать, когда Анзо взорвал себя и все в округе зрелища. было поистине впечатляю и не оставляло никаких сомнений в том, что Арачимару не осталось и следа. Дрожащей рукой Арачимару вынул из кармана свиток. Я ошибался, прошептал он, глядя на безобидный на вид предмет со смесью благоговения и ужаса. Похоже, действительно существует такая вещь, как слишком много силы. Не колеблюсь, он поджег свиток, повернулся, чтобы уйти, пока остальные подчиненные Дон застояли в замешательстве, не понимая, что им делать дальше. Тем временем свиток Арачимару продолжал сгорать, превращаясь в пепел, пока не остался только заголовок. Арачимару был вполне доволен своими достижениями. Он направил Джирайю, а через него и Сарут и Бесенсия, на путь, который позволит им остановить Акацуки до того, как Зитсу воплотит свой план в реальность. Он направил Нарут Саски на путь, который позволит им стать настоящими монстрами в плане силы на случай, если у Зитсу все равно получится. Он, как он надеялся, исцелил Цунади, разозлив ее до такой степени, что она излечится от гемофобии, просто чтобы проломить ему череп. Он помог Наруту и Хинати подружиться, чем практически стопроцентно гарантировал свое долгожданное приглашение на их свадьбу. Он уничтожил Данза, использовав самые ужасающие мощные дюцу, известные человечеству. Несмотря на это, Арачимару не мог избавиться от ощущения, что он забыл о чем-то важном. Он задумался на секунду, а потом щелкнул пальцами, вспомнив Минитсуны Ди. Жизнь Генина совсем не такая, как я ее себе представляла, думал Сакура Харуна, плетясь в конце своей команды, когда они возвращались с очередной миссией ранга Ди. Саски, например, должен был быть покойным и собранным, и вообще вскружить ей голову своей крутостью. Вместо этого он был нервным и дерганым, а также демонстрировал поистине впечатляющий уровень паранойи, особенно в отношении их сенсии. Она давно заметила, что Саски никогда не поворачивался к Акаше спиной, его глаза всегда бегали, отмечая возможные пути отхода, когда Дзонин был рядом, и к тому же он пытался незаметно записывать привычки к Акаше в небольшой блокнотик, когда думал, что этого никто не заметит. Его умнее, впрочем, действительно возросли Саски и часто использовал редкие и сложные дзюцу, пусть и не такие яркие, как у Наруто, знания которых он никогда не демонстрировал в Академии. Наруто же должен был быть безвредным дурачком, у которого никогда ничего не получалось и который не вызывал ничего, кроме раздражения. Вместо этого он стал невероятно сильным генном, который мог, как полагала Сакура, в одиночку сравнять с землей всю деревню, но у которого явно не хватало здравого смысла, чтобы разумно и эффективно распоряжаться подобной силой. Что еще более невероятно, он, похоже, каким-то образом смог заметить, что Хинато от него без ума, поскольку Сакура пару раз видела, как они по-дружески болтают друг с другом. Какаши Синси, наконец, умудрился разочаровать Кунаичи несмотря на то, что она от него вообще ничего не ожидала. Он проводил все свое время либо пытаясь выяснить, почему Саски ожидает от него страшных злодейств, либо пытаясь убедить Наруто, что техника, предназначенная для обрушения стен городов, никак не подходит для задания по покраске заборов. И посреди всего этого была она обычная и неприметная Харуна Сакура. Никаких особых талантов или отличительных черт, кроме розовых волос и хорошего знания теории. Честно говоря, иногда она чувствовала себя обделенной, когда наконец ей выдадут необъяснимые новые силы, чтобы на нее тоже смотрели с восхищением, ну или хотя бы в ужасе разбегались. На самом деле Сакура особо не волновала, какой именно будет реакция девушки, просто хотелось немного внимания. Ничего себе! Справа от нее раздался чей-то громкий голос. Это что, команда Узумуки, Наруто, Учихи и Саски? Слышал, они постоянно встревают в какие-то истории. Она мысленно согласилась с этим подозрительно своевременным комментарием. Было бы так хорошо, если бы рядом с ними был еще и Рейонин, чтобы они в случае чего не убились, продолжил обычный прохожий, не понижая голоса. Сакура нахмурилась, это точно было неприкрытым намеком. Она повернулась и увидела человека в странах и неудобных на вид одеяниях, закрывающих его тело почти полностью. Да, будь я членом их команды, сказал тот еще громче, я бы прямо сейчас направился в госпиталь и записался на курс и Рейонинов. Так, с самой идеей я не спорю, открыто заявила Сакура, но вы же понимаете, что это уже слишком очевидно. Понятия не имею, о чем ты говоришь, незнакомый мне Кунаичи, нервно ответил странный человек. Я просто размышляю вслух. Она лишь одарила его презрительным взглядом, уперев руки в бока. Я очень торопился, ладно. Начал защищаться он. Уверяю, будь у меня больше времени, ты бы даже не заметила, как благодаря мне встала на путь становления величайшим в мире Ирионином. Ну да, конечно, хмыкнула Сакура. Какой был план табличка рядом с моим окном, расписывающая достоинства медицинских дюцу? Разумеется, нет, обиделся ее собеседник. Это был как минимум планш. Сакура вздохнула. Слушайте, давайте я просто отправляюсь в госпиталь, запишусь на курс Ирионинов, и мы оба притворимся, что я так и не поняла, что причиной этого была одна случайная фраза, сказанная обычным прохожим. Нет, так не получится, загадочный человек покачал головой, покрытый соломенной шляпой, я не могу позволить такое оскорбление моей профессиональной гордости. Если делать это, то делать. Правильно. Ты свободна в это время завтра? Да, скорее всего, согласилась Сакура, не желая оскорблять чей-либо профессионализм. Мне снова пройти по этой улице, размышляя о моем месте в команде и моих планах на будущее. Это было бы идеально, кивнул он. Увидимся завтра. До завтра она помахала рукой странному человеку, который тут же загадочным образом растворился в тенях. Что ж, по крайней мере красиво уйти у него получилось. И тут Сакура остановилась и подумала о том, что произошло в последние несколько минут. А боги, выдохнула она, это был мой момент, как у Наруто и Саски. Наруто был в панике. Его будильник не зазвенел вовремя, и теперь Узумаки мог опоздать навстречу команды. Он точно не собирался перенимать привычки как Аши Сенсия, учитывая, что с ним в одной команде был Саски. Может быть, убийства со стороны Учихи были нипочем, но вот Наруто точно не собирался наживать себе подобных неприятностей. Плюсом ситуации было то, что прыгать по крышам, стараясь при этом не расплескать свой завтрак, рамен быстрого приготовления, что же еще было довольно неплохой тренировкой. Наруто запихнуло в рот еще одну порцию лапши, и вот тут-то и произошло несчастье. Похоже, владелец здания, на которое он только что приземлился, не поддерживал свою крышу в надлежащем состоянии. Шатающаяся черепица провалилась под ногогинина, в результате чего он потерял равновесие. Немного пошатнувшись, Наруто смог удержаться от падений на улицу, но все же не смог выйти из ситуации без потерь. «Мой рамен!» — воскликнул он, глядя на то, как чашка с пищей богов падает на мостовую. Наруто столкнулся с первым настоящим испытанием своей эмоциональной зрелости, с одним из самых сложных решений в своей карьере. Броситься ли ему вниз, чтобы попытаться воспользоваться правилом пяти секунд, или списать маленькую, но отважную чашку лапши в неизбежной жертв войны и продолжить путь к своей команде? Скрипя сердце, Наруто поставил благо миссии выше благо своих вкусовых рецепторов. Отдав торжественный салют своему упавшему завтраку, он продолжил свой путь, хотя по его лицу искатилась одинокая слеза. «Послушай, я просто хочу сказать, что покроется с жуками вряд ли идеальное решение любой проблемы», дипломатично заметил Киба. «Меня оно еще не подводило», просто ответил Шина. «Посмотри хоть на успех наш на задание последним». Команда восемь шла по улицам Канохи, чтобы доложить о еще одной успешно выполненной миссии ранга Дии. Ну, в определенном смысле слова «успешно». Шина, это была миссия по присмотру за ребенком, а ты, похоже, нанес ему психологическую травму на всю жизнь, резонно заметила Куриной, Дзонин Син Си и их команды. «Истинно все так, и я считаю, что успехом это можем мы назвать». «Почему?» спросите «а вы». Шина поправил очки. «Потому что теперь засранец Милки будет знать, как бросать едой за шевер от генинов работящих». Но это... Киба прервался, когда проходящий мимо мужчина, увлеченный своей газетой, столкнулся с ним, заставив «Эй, смотри, куда прешь, придурок!» Мужчина обернулся, нахмурившись, и явно собирался ответить, когда прямо с небес свалилась чашка рамена и приземлилась прямо ему на голову. Лапша, бульон и кусочки овощей стекали с его головы вниз на одежду, стремясь попасть на землю под действием гравитации. Все на улице остановились и уставились на него. А затем грянул смех. Пока униженный мужчина убегал прочь предположительно, в поисках души члена команды восемь замерли в некотором замешательстве. Мда, наконец произнесла Куриной, такое не каждый день увидишь. Затем она заметила выражение лица одного из своих учеников. «Что случилось, Киба?» «Я знал», прошептал тот в благоговейном ужасе. «Я знал. Я никогда не переставал верить». Быстро, Курин и Синси, мои глаза выглядели как-то по-другому. Куриной присмотрелась к своему подопечному. «Нет. Должно быть, оно отключилось автоматически». Пробормотал мальчик. «Что отключилось?» озадаченно спросила его Синси. «Мое всемогущее дадюцо», гордо объявил Киба шалингом. Куриной одарила его взглядом, настолько ничего не выражающим, что он мог бы посоперничать с вырезанными в скале лицами Хакаги. Шина вздохнул. Хинато, подавив желание присоединиться к Шина, решила выступить Зума. «Киба», осторожно сказала она, «я думаю это было просто совпадение». Я видела, как Наруто прыгал по крышам над головой, и он, должно быть, случайно уронил лапшу. «Неа», покачал головой Киба. «Этот парень ни за что не уронит рамен, а если уронит, то воспользуется правилом пяти секунд». Шалинган глухо повторила Куриной. «Но я его видела», мягко возразила Хинато. «И я уверена, что уж Наруто я точно распознаю даже с расстояния». «Действительно, предположить логично, что не обладаешь ты дадюцу, что вызывает мелкие несчастья у всех, на кого ты обратишь свой взор», поддержал ее Шина. «Почему?» спросите вы. «Поскольку тупо это было бы до нельзя». «Пару мгновенники бы лишь смотрел на них». «Нее», ответил он наконец, «Вы все просто завидуете, что у меня такие крутые глаза». «Это...» Хинато вздохнула. В этом заявлении было столько всего неправильного, что она даже не знала, с чего начать, и в итоге решила, что сейчас неподходящее для этого время место. «Да, Киба, ты прав. Прости, что сомневалась в тебе». Шарингом. Хинато с беспокойством оглянулась на Дзонин Сенси и проверить, не начала ли она пускать пену из-за рта. Что ж, поскольку Сенси наш, похоже, в разговоре участвовать не способна более, сменю я тему на ту, что не заставляет меня желать головой о монумент Хакаги побиться», заявил Шина. «Хинато, продвинулась ли ты в изучении навыков новых? О, Хинато просияла. Да, продвинулась. Да. Это заявление сумело вывести Курину из ступора. С тех пор, как у Хинато получилось нормально поговорить с парнем, в которого она была влюблена, она стала гораздо более уверенной в себе, что пробудило в ней желание совершенствовать свои навыки, а также, похоже, и некоторую творческую жилку в области применения мягкого кулака и новых дюцу. «Насколько? Ты уже закончила свою технику?» «Еще нет, но скоро закончу», ответила Хинато. «Мне просто нужно найти удобно расположенный водопад». «В смысле, м?» Она замялась, не желая вдаваться в подробности этой части своего тренировочного режима, в общем, да, уже скоро. Это та штука, когда ты стреляешь кучей маленьких лазеров из пальцев и превращаешь их в щит, так?» Описал Ки-Бэ ее идею со своим обычным уровнем красноречия. «Это не лазеры, нахмурилась Хинато, это маленькие лучики чакры. Тонкие нити энергии это, что могут резать, или иначе противнику навредить», заявил Шина. «Учитывая это, термин лазер здесь неправильным не будет». В любом случае, Хинато слегка повысила голос, не желая снова углубляться в этот спор, еще я придумала новую атакующую технику, и сейчас начинаю прорабатывать ее теорию. «Действительно?» спросила Куриной, мягко подтолкнув свою удивительную изобретательную подопечную развивать свою мысль дальше. «Ну, мне пришло в голову, что мягкий кулак не дает мне достаточной досягаемости в ближнем бою», начала рассказывать Хинато. «Так что? Почему бы мне не покрыть руки львами из чакры, которые будут пожирать чакру противника?» Остальные члены команды уставились на нее. «Это?» произнес Шина после некоторой паузы, звучит просто охренеть как круто. Хинато покраснела. Ее товарищи не были уверены, от чего именно от комплимента или от той формы, в которой он был произнесен, а может быть и от того и от другого. Хотя девочка стала более уверенной в себе, у нее все еще плохо получилось спокойно реагировать на похвалу. «На самом деле этой техники еще далеко до того, чтобы стать действительно полезной, но я уверена, что она будет работать», закончила она. Впрочем, один из членов ее команды был не так впечатлен. «А почему именно оба?» «Ну, я хотела, чтобы они выглядели как свирепые хищники, чтобы работал фактор устрашения, а млекопитающих я предпочитаю потому, что они пушистые», немного застенчиво объяснила Хьюга. «Но я не хотела использовать собаку или волка, чтобы ты не подумал, что я пытаюсь украсть твою фишку. Поэтому какая-нибудь большая кошка самый лучший выбор». Кулина молча задумалась о том, стоит ли выбирать животное для устрашения противника, руководствуясь при этом фактором пушистости. Киба же расслабился, поняв логику сокомандницы. «А, тогда все хорошо. А я чуть не подумал, что ты кошатница или что-то в этом духе». Незнакомец, как раз проходивший рядом, громко хмыкнул. «А ему еще что надо?» проворчал Киба. «Ну я ему покажу, какой меня сверхсильный кикегенкой». Он сердито ставился на спину незнакомца, как будто стараясь протереть в его плаще дырку. Арчимару прекратил хихикать, хотя мысль о том, что Киба и Нузуку в этом возрасте не любил кошатниц, все еще его забавляла. Его работа в Канохе была выполнена, все основные вещи, которые нужно было исправить, он уже исправил, и все двигалось, пусть и не по его плану, но хотя бы в нужном ему направлении. Глаза Санина опустились на следующий пункт его списка, и он не смог сдержать предвкушающие ухмылки. Это было не только отличным способом щелкнуть обито по носу, но и возможностью причинить этому миру невероятное количество науки. Он заставил себя успокоиться, когда понял, что его злодейское хихиканье начинает привлекать внимание прохожих. Но внутри Арчимару все еще бурлил безумный азарт. В этот раз он точно не позволит, чтобы все веселье досталось одному как будто. В одной небольшой долине в стране дождя находилась одна пещера. Пещера была крупной, но в целом ничем не выделялось никаких особенностей, необычных животных, обитающих поблизости, или чего-либо еще выбивающегося за рамки обыденности. Именно по этой причине самая могущественная группа нукининов в мире выбрала ее в качестве места встречи своих астральных проекций. К тому же Пейону и Канан не нужно было до нее далеко идти. «Зачем ты собрал нас здесь?» — дневно спросил Хидден. «Я как раз приносил жертву Джашину». «Ты отрывал мухи крылья», прямо заявил Кокуза. Эта муха богохольствовала. Начал защищаться Хидден. «Достаточно», в пещере раздался ракочущий голос Пейна. «Я собрал вас сегодня, поскольку бывший член нашей организации вышел с нами на связь и попросил быть принятым повторно». Это заявление застало всех присутствующих врасплох. Речь об Рычамару. Кисами поднял бровь. Именно так, Кисами, подтвердил его слова Пейн. «Вчера он потребовал у меня, по его собственному выражению, собеседование. В истории организации такое случается впервые, поэтому я хочу, чтобы вы все убедились, что то, что он нам покажет достаточно внушительно, чтобы я согласился снова его принять». «Действительно», хмыкнул Сасари. «В конце концов, из-за Кацуки обычно уходит только вперед ногами». Проекции уставились на него, находясь в состоянии шока кроме одной, которая была в тихом ужасе. «Узрите», величественно провозгласил Арачимару. «С помощью моего усовершенствованного Эда Тинси, я могу воскрешать даже таких великих и могущественных сущностей, как легендарный Учиха Мадара». Он заставил тело Мадара сделать шаг вперед и поклониться. «Поскольку Эда Тинси работает только на мертвецах, очень хорошо, что Мадара до этого действительно был мертв», продолжил Арачимару, широко улыбаясь. «Обратите внимание на его глаза верный признак того, что он определенно был мертвее мертвого. Я бы даже сказал, что он еще мертвее, чем семья Итачи, в которую он, строго говоря, тоже входил». Упомянутый им человек никак не отреагировал на подначку настолько он был сосредоточен на возрожденном теле и том, какие из этого следовали выводы. А теперь узрите, как я заставляю этого крайне мертвого человека выполнять невероятные мертвецкие приемы, например. Ох, Арчимару бросил взгляд на свое запястье, неужели уже пришло время? Как быстро оно летит? Санин театрально вздохнул. Что ж, ничего не поделаешь. Дамы и господа, я вынужден вас оставить у меня сейчас один эксперимент в самом разгаре, и если я не вернусь к нему прямо сейчас, могут произойти неслыханные преступления против человечности. Ну, немного более неслыханные, чем те, которые произошли бы в любом случае. Продолжим в другой раз, ладно? До встречи. Сказав это, он исчез, а воскрешенное им тело у Чихи Мадара рассыпалось в прах. Кисами и Тачей, Пин и Канан медленно повернулись в сторону Теби. Сам Теби, осозав, что все его надежды и мечты тоже пошли прахом, смог произнести только одно. Вот дерьмо. Арчимару неспешно вышел из пещеры, насвистывая веселую песенку. Если бы он знал, что быть хорошим парнем так весело, он бы переметнулся обратно многие годы назад. На самом деле, несмотря на его слова Джирая после возвращения, Арчимару в итоге решил практически все проблемы самостоятельно. Все, что ему оставалось поймать зицу и ставить над ним опыты во имя науки, пока тот не умрет, а потом можно уйти в отставку. Возможно, он даже попросит Усару Теби Сенси назначить ему пенсию. В конце концов, такой герой, как он точно этого заслуживал. Команда Семь была им направлена на путь к вечной славе и сопутствующему ущербу, а Кацуки больше не представляли угрозу, поскольку Абита был вынужден разбираться с очень опасными бунтовщиками, а в случае чего Арчимару мог снова воскресить Мадару и решить их проблему окончательно, и ему больше нечем было беспокоиться. Кроме Кулака, который только что врезался в его лицо и отправил его в полет на несколько сотен метров. Когда мир перестал вращаться и Арчимару смог посмотреть наверх, он понял, что его мечтам выйти на покой не суждено было случиться. Причиной была женщина, хрустящая сейчас костяшками пальцев, чей взгляд в его сторону обещал только смерть, возрождение и повторную смерть. Ох! Он не думал, что она сможет выследить его так быстро или что у нее вообще это получится. Полагаю, сейчас мне стоит сказать, недобро ухмыльнулась Цунади, шоковая терапия, сучка. Арчимару нервно улыбнулся, отчаянно вспоминая Дютсу восстановление зубов. Ему показалось, что эта техника ему точно понадобится. Да, тяжкие испытания придется пройти этому герою. Конец.